В Астане под девизом «Мы меняем мир» продолжает работать четвертый очередной съезд молодежного крыла Жасотан. Сейчас делегаты принимают участие в панельных сессиях и на одной из них работает наша съемочная группа. Зарина Бесембина уже готова выйти на прямую связь со студией. Зарина, я вас приветствую. Интересно, в каком формате сейчас проходит съезд? Добрый день, Лаура. Мы сейчас находимся в Национальном музее. Именно сюда участники четвертого съезда молодежного крыла Жасотан приехали после торжественного открытия. Поделившись на команды, жасотанцы сейчас проводят панельные дискуссии. Участники получили так называемые кейсы с описанием реальных ситуаций, которые связаны с актуальными вопросами нашего государства. По заданию ребятам необходимо разобраться в этих ситуациях и предложить возможные пути решения. В данный момент проходит дискуссия, посвященная теме Рухани Жангару. В ней принимает участие первый заместитель председателя партии Нуратан. Выступая перед аудиторией, Маулен Ашимбаев отметил, что всего за год реализации этой программы проделана большая работа. Он призвал жасотановцев разъяснять идеи Рухани Жангару простым и понятным языком и стать одной из главных сил по продвижению программы. Какие предложения, в свою очередь, выдвинули жасотановцы, узнаем из первых уст. Сейчас рядом со мной находится делегат. Здравствуйте. Скажите, что сегодня вы обсудили? Ну, нам было приятно, что сегодняшний наш съезд молодежный проходил в рамках программы нашего президента. Это нам дало понять, что молодежь играет ключевую роль в развитии данного исторического проекта. И наши делегаты выдвигали различные проблемы, как со стороны здравоохранения, со стороны образования, со стороны модернизации сознания, а также это новые технологии. Скажите, откуда вы к нам приехали и с какими идеями? Я приехала из города Атрау, я управляю молочным заводом. И не так давно наш президент в своем послании отметил, что будет выделяться большое внимание агропробучному комплексу, а именно внедрение новых технологий. Мы начали внедрять наш завод их. И первую уникальную технологию, которую мы внедрили, это чипы для наших коз, молочных коз. Они нам улучшили работу в трех направлениях. Это учет полностью идет автоматически, ветеринары не работают, а просто с компьютера наблюдают за козами. А также это пищевая безопасность, потому что это самая безопасность на сегодняшний день оборудования. Скажите, каких результатов все-таки добились уже? Как давно работает эта система? Эта система работает уже с изначальности открытия завода, но мы каждый раз ее улучшаем и улучшаем. И в рамках данной программы мы недавно, наше оборудование начало изготавливать нам упаковку на латинице. И мы заметили, проведя анализ, что у нас спрос на продукцию вырос. Мы вышли на внешний рынок, и для нас, для пищевых производителей, это прям в ум. Спасибо вам большое за комментарий. Я отмечу, что параллельно сессии по теме Рухани Жангру сейчас проходят и другие четыре сессии. Они затрагивают не менее интересные, актуальные для страны проекты, такие как «Цифровой Казахстан», «Образование, наука и инновации», «Сделано в Казахстане» и «Здоровая нация». На них представители молодого поколения также смогли обменяться опытом и мнением с руководителями госорганов, политическими и общественными деятелями. Итогом работы на панельных сессиях станет разработка новых молодежных проектов, лучшие из которых будут презентованы уже завтра на галло-форуме четвертого съезда молодежного крылажа «Сотан». Остается отметить, что программа съезда в этом году насыщенная и сулит участникам незабываемый опыт. К этому часу мы рассказали все самое интересное. Лаура, передаю слово вам. Благодарю вас. Подробности работы четвертого съезда молодежного крылажа «Сотан» от Зарины Бесембина.